Я сам — это такой Майкл Грациано, если я сейчас не напутал с терминами. Он автор теории внимания, и он на самом деле очень систематичный и предметно отвечает на этот вопрос. Мы сами для себя — это наше представление о самих себе. Это представление о самих себе является набором нейронных связей. Когда мы направляем луч своего внимания, условный луч, условного нашего внимания, то есть активизируется соответствующая часть нашего представления о себе, мы в этот момент активизируется нейронная сеть, мы просто смотрим на себя, как на собранный из различных элементов кубиков лего, который мы формировали в процессе своего взросления и врастания в культуру, набора знаний, представлений и так далее. И мы свой образ лепим, как вы лепите образ ваших родителей, он у вас как-то слеплен, ваших друзей он у вас как-то слеплен. Это не те же самые люди, это ваши представления о них. Вы не знаете все, что у них внутри происходит, и вы не знаете все, что внутри вас происходит. Вы значительно более сложно организованы, противоречиво организованы. Наше сознание, вот этот луч внимания, не способен проникнуть ниже зоны своей локализации, поэтому мы не понимаем, что у нас в подсознательном происходит. Мы не можем охватить с точки зрения сознания всю работу, которую осуществляет дефолт системы, когда она крутит интеллектуальные объекты, просто потому, что количество интеллектуальных объектов больше, чем может влезть в это узкое горлышко нашего сознания или центральной исполнительной сети. Поэтому мы, с одной стороны, это представление себе. С другой стороны, мы, кроме вот этого представления, есть как самость, как ощущение собственного физиологического своего существования. То есть вы не отслеживаете это, но на вас все время воздействует. Вот вы сейчас, вот я сижу, у меня точек соприкосновения с пространством, огромные часы, кольцо, вот это, вот это, все воздействует, все здесь. А сюда воздух действует, атмосферное давление сюда действует. Уберите атмосферное давление, у меня изменится чувствительность здесь. И вот эта вся импульсация от внутренних органов, от тела, от проприорецепторов, которые там внутри суставов и так далее, и так далее, вся расходится у нас с вами в островковой доле, островок Рейля, так называемый, вот, где у нас, собственно говоря, возникает ощущение своего, как бы, своей жи, вот эта жизнь, вот эта, когда вы говорите, но я-то, вот это, вот это, вот это, вот оно там укорено в такие недодоли, я это называю, потому что они похожи на дольки и скрыты в теле, как бы, сказать, в теле полушарий, не в теле, а, как бы, во внутрянке, вот, да, это второе. И есть еще третья составляющая, которая тоже крайне важна, значит, вот, есть вот представление, это такая высшая, как бы, история, абстрактное представление о самих себе, ну, образ самих себя, представление о себе. Ты кто? Ну, я, да, и вы дальше начинаете создавать этот нейронный ансамбль, который будет отвечать в вашем мозгу за вас. Значит, есть ваша самость, вот, в этой недодоле. Вот, и есть еще третье, это вот ощущение того, что мы все время находимся, я говорил, что наше мышление атропоморфно, мы все время находимся в отношениях с другими людьми. Мы их можем даже физически, как бы, не видеть, не слышать, но все равно находимся в их отношениях. То есть мы, как бы, так живем, как бы, с другими людьми. Мы всегда живем с оглядкой на других людей. Зачем вы одеваетесь, когда вы ходите из дома? Почему вы не ведете в домашней одежде? Ну, да, потому что вы думаете про других людей. И когда вы заходите домой, и там кто-то есть или кого-то нету? Ну, то есть, там, домочадцы на месте или нет. Вы по-разному себя будете вести в квартире? По-разному будете себя чувствовать? По-разному. Вот. Мы все время находимся, как бы, вот, в таком, как бы, социальном пространстве. Он обеспечивается дефолт-системой мозга. Это, собственно говоря, система, которая была для этого создана. И вот, что интересно, значит, эксперименты с психоактивными веществами, глюциногенами были активно известны в времена, значит, вот этих всех таких таких революций, значит, этих вот хиппи, дети цветов и так далее. Потом был подзапрет, они были определены как наркотические средства. И сейчас, в десятых годах, значит, в западном научном мире возобновлены эксперименты с глюциногенами. Вот. То есть, людей смотрят, как они реагируют, их мозг, когда они принимают глюциногены. И вот выяснилось, что если бахнуть, так сказать, глюциноген определенным, я ничего не рекламирую и не пропагандирую, а только осуждаю, вот. И вот, осуждая, я хочу сказать, что если бахнуть глюциногеном по вашему мозгу, то ваша дефолт-система приходит в сверхбыстрое движение. Она начинает просто гореть, как елка рождественская. И вы в результате можете получить ощущение растворения собственного «я». потому что уходит то социальное давление, которое живет в вашей дефолт-системе. И это третий способ нашей самости, идентичности и так далее. Наше представление о себе ошибочно. Наша активность островковой доли — это просто физиология. Наше ощущение самих себя — это результат социального давления, который мы не ощущаем, но который вокруг нас все время происходит. Вопрос. Кто такой «я»? Ну, в каком-то смысле когнитивное искажение. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ